всем привет итак продолжение моего видео первого видео об уходе за волосами сегодня в этом видео я расскажу о своих укладочных средствах ну и о других вещах которые помогают мне делать прически и оставаться моим волосам в хорошей форме так в основном у меня укладочные средства все от good to be итак начну я с лака для волос два вот таких вот лака у меня есть расскажу сначала об таком лаке rocking it от good to be это лак обычный в принципе долгоиграющий фиксация как указано на самой баночке но 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 к сожалению этот лак меня совершенно разочаровал больше покупать не буду его практически не использую несколько раз когда я им пользовалась у меня волосы были безумно склеены и безумно было сложно расчесать укладка не держалась то есть просто тупо склеенные волосы которые выпрямлялись под воздействием ветра и дождя и всего прочего в общем никому я не советую на самом деле лично мне этот лак не подошел поэтому больше покупать его не буду и второй лак у меня тоже от good to be это мега коллаген мега мания коллагена то есть а этот лак для объема но в принципе с функцией ну держание да локонов укладки он справляется хорошо единственное ну не знаю может быть то что я им часто пользуюсь он не экономичный у меня уже осталось совсем чуть-чуть и возможно куплю его в дальнейшем возможно нет не знаю посмотрю что нибудь еще не могу сказать что это мой маст хэв это лучший лак но по крайней мере другие лаки которые в этой серии и лаки возможно и от тав там разные мне они совершенно не подходят этот лак единственный который не склеивает волосы для меня возможно стоит попробовать какие-то профессиональные лаки в этом я тоже задумываюсь так и два стайлинг средства у меня есть значит вот такой вот стайлинг мусс называется он ловушка он для придания локонов создание локонов вот такой стайлинг мусс неплохой мусс единственный минус то что его можно наносить только на влажные волосы а локоны обычно я делаю на сухие уже волосы поэтому сам локон формируется не всегда так хорошо как хотелось бы вот здесь такая удобная помпа очень экономичное распределение средств за счет этой помпы то есть пользуюсь уже очень давно и наверное еще пол бутылки тут точно есть и следующее средство это вот из серии happy hour такая вот помпа стайлинг мусс сексация 24 часа она тоже для такого объема хорошо держит волосы в принципе укладывается с ней очень хорошо здесь уже чуть-чуть осталось совсем буду добивать ее не знаю куплю еще или нет потому что в принципе такого супер стайлинга я не вижу от нее но средство неплохое тоже не склеивает волосы довольно не липкая хотя по сравнению с ловушкой оно липковато и последнее такое стайлинг средство которым я осталась на самом деле очень довольна она меня выручила когда я делала причёску на свадьбу подруги у меня волосы тонкие и объему они поддаются тяжело но вот такая штучка она в пакетике потому что у меня она это такой порошок объем стайлинг пудра то есть напоминает он тальк здесь белый порошок вы высыпаете его либо на руку и взбиваете волосы либо непосредственно поднимаете каждый прядь и на корни туда вбиваете и массажируете отличное средство для хорошего объема единственное оно немножечко отдает вот этим талькам да то есть немножечко сушит волосы и возможно прикасаться к ним уже не так хорошо но если у вас такие же волосы как у меня тонкие то это средство вам действительно поможет придать объем оно сохранит этот объем и за счет опять таки вот этого талька волосы будут казаться очень свежими очень чистыми и отлично выглядеть я довольна этим средством давайте покажу вам свои расчески которыми я пользуюсь которые я использую вы уже видели недавно я приобрела себе такую расческу салона литва тингл тизер в принципе после вот уже месяца использования я и довольна особенно она хорошо работает на мокрых волосах сухие волосы я ей стараюсь не расчесывать в принципе неплохая вещь как бы не супер мега дорогая и работает на моих волосах достаточно хорошо вторая моя любимая щетка даже самая наверное все таки любимая щетка это вот такая щетка для укладки для придания формы придания объема волосам я ей даже расчесываю волосы такая вот круглая широкая щетка ее огромный плюс то что она с керамическим покрытием и с ионизацией то есть она не электролизует волосы это очень очень классно этой щетке много лет уже и в общем то я ее люблю пользуюсь ей каждый день и в общем то очень ей довольна если вот увидите такую щетку где написана керамика и не знаю все очень классно берите покупайте не задумываясь ну так же у меня есть такая совершенно обычная массажная расческа щетка и вот такая вот смешная забавная щетка с разными такими зубчиками как будто из швамбры такая она для начеса очень хорошо подходит хорошая удобная щеточка здесь на пробор хорошо удобно делить тоже в принципе ей довольна и давайте я вам покажу быстренько не затягивая свои средства которыми я пользуюсь для укладки волосы покажу последнее приобретение их вы еще увидите в моем видео о покупках но все таки расскажу так первое мое приобретение было вот такой вот фен от компании Philips сразу хочу сказать что это не реклама к сожалению или к счастью не знаю для вас может быть к счастью для меня к сожалению никто мне ничего не присылает на обзор никакие фирмы поэтому я в принципе все покупаю за свои деньги и честно рассказываю о продукте в общем то вот такой вот салон dry вот Philips отличный фен что хочу сказать у меня уже был салон dry предыдущая модель от Philips я им уже пользовалась он был в черном цвете оставила я его маме а себе вот приобрела вот новиночку такой вот он в белом цвете сейчас я вам покажу его вот так вот он выглядит очень я довольна обожаю белый цвет критерием выбора данного фена было то что во первых у него 6 различных режимов вот здесь вот то есть как бы на самом деле 3 но везде пишут 6 здесь можно выбрать скорость первую либо вторую и поток воздуха либо вообще там никакого он практически не дает тепла не холода чуть теплый и очень теплый также есть турбо режим это чтобы быстренько высушить волосы и режим холодного воздуха и конечно функция ионизации ионизации вот когда включается ионизация вот здесь загорается такая синенькая лампочка чем мне понравился феночет тем что у него вот здесь вот сменный блок то есть можно спокойно промыть и сеточка очень тоненькая в предыдущем фене и не в Philips а в другом у меня была широкая такая сетка вот ну как вот здесь вот да и все волосы мои длинные и когда если вдруг что-то сушишь они все попадались в эту щетку зажевывались в общем было неприятно главным критерием был выбор почему именно этот фен во первых потому что этот фен имеет функционизацию у него были очень хорошие отзывы мне понравился белый цвет соотношение цены и качества хорошее рассматривала и другие фены и Равенто и Валера но решила остановиться на этом в принципе я довольна к нему в комплекте идет обычная такая насадка конусная да и вот еще идет вот такая штука для придания объема полная фигня в общем практически не пользуюсь я не вижу это никакого результата так следующее что я тоже недавно купила прошу прощения все лежит внизу это вот такая вот полоечка все многие уже видели наверное большинство таких популярных блогеров присылали на обзор нет я сама купила в принципе почему потому что у меня одна там знакомая вот в компании Филипп сказал очень классно я попробую делать крутые локоны действительно из всех плойек эта плойка делает мне локоны у меня очень сложная структура волос и даже когда я три часа сидела в салоне перед свадьбой чтобы создать локоны я вышла на улицу за 10 минут я дошла из дома и локонов не было вообще то есть как будто я ничего не делала хотя это были термобигудины а супер какой то состав эта плойка держит мне локоны не супер долго но на один день в принципе и хватает да очень классная вещь не буду доставать в общем то да так видно смысл ее в том что здесь можно задать температуру нагрева да там 130 140 150 160 170 по моему до 180 градусов если я не ошибаюсь хотя может быть и больше и у нее есть такая функция которая больше всего мне нравится то есть в принципе конусные пломки я видела и в других фирмах опять таки это были и Равента и Бэби Лиз но выбрала именно и Филлипс потому что у него есть таймер то есть ну я такой человек когда спешишь особенно не задумываешься можешь передержать волосы можешь наоборот не додержать локоны не получится а здесь есть функция что вы задаете время 5 8 или 10 секунд на ваши волосы накручиваете прядь нажимаете кнопку через 10 секунд раздается звук что локон уже готов это действительно так это очень удобно то есть вы не сживаете свои волосы зазря вы знаете когда уже будет готов локон причем могу сказать что я делала и на самой минимальной температуре и на самом минимальном времени 5 секунд волны отличные получались и делала чуть побольше на самые высокие я пока не делала вот отличная вещь мне очень нравится особенно для тех наверно для тех у кого проблемные такие вот волосы не пытающиеся укладки потому что я думаю что для других девушек это не будет чем то новым так следующее что у меня есть из таких вот вещей это вот такой вот прибор вот бош покупала его не сама мне подарили его в подарок он шел на самом деле в таком чехле но я чехол куда то задевала там куча разных насадок он идет как фен как такая щетка как выпрямитель и вот такой вот типа плойки с зажимом на самом деле классная штука здесь два режима холодный воздух есть моя любимая ионизация также я делаю локоны с этой штукой когда на мокрые волосы то есть на слегка мокрые волосы мне надо и подсушить и накрутить их не супер удобно но нормально в принципе сойдет неплохая вещь особенно вот в дороге удобно потому что куча насадок все это покидал туда и как фен и как то что хочется и еще прошу прощения еще два средства первое средство это тоже я получила в подарок вот такая широкая толстая плойка это плойка от Ремингтон вот здесь вот написано вот так вот она выглядит здесь колесико тоже нагрев плойка керамическая но не смотря на это она вообще не держит мои волосы она я сначала думала что может быть проблема во мне или в плойке потом мне девочка сказала одна что попробую это вообще-то плойка для объема хорошего больших таких волн не упругих окон а именно волн волны тоже объемные у меня с ними не получились ну в общем так лежит и лежит иногда пользуюсь и вот такое средство средство такой прибор еще у меня последний это выпрямитель для волос пользуюсь я им в зимний период и даже зливый период потому что волосы у меня не послышны если я не делаю волосы они у меня начнут видеться сами в разные стороны как хотят и поэтому я всегда с утра при дождливой погоде я всегда выпрямляю волосы и это вот такая полыка отравента она у меня очень-очень-очень давно уже я ее протестировала и в общем-то я ей довольна здесь дисплей вы можете выбрать режим для своих волос щадящий средний и такой для здоровых волос то есть хороший такой нагрев отрегулировать температуру там два диапазона в каждом из этих вариантов два диапазона можете закрыть на защелку замочек и вот здесь степень нагрева сильная слабая средняя слабая совсем выключена вот хорошая плойка у нее очень приятные вот такие вот здесь керамические пластины совершенно не травмируют волосы до этого у меня была плойка тоже от реминг то мне она вообще не понравилась она прожгла сожгла мне все волосы эта плойка очень хорошая именно вот для таких проблемных каких-то тонких волос отлично я всем как бы ее советую тут тоже крутящийся такой удобный шнур вот то есть очень классная очень хорошая вещь нужно как-то закрыть открыть вот в общем я довольна я ей выпрямляю свои волосы и она мне их не портит вот вот в общем то и все мои средства для укладки что я использую чем я порчу свои волосы чем их рады надеюсь вам было интересно всем пока и я вам пока что я не могу у меня у меня вы